Сегодняшний выпуск мы хотели начать с праздничного репортажа, но вандалы не дали. Установили свой новый вандальный рекорд. Вчера была открыта после реконструкции улица Рождественская и сразу же разгром. Подробнее Александр Алешин. Только вчера торжественно открыли улицу Рождественская. Все прошлись по ней, полюбовались новыми скульптурами. А уже сегодня ранним утром обнаружено первое варварство. У скульптуры художника Маковского вырвали из рук кисточку. Художник обидел, гопники. Скульптур говорил, что очень хорошо бы ее приварили в мастерской. Урны все разбомбили, вся грязь это была. Ну и все. Я даже не знаю, с чем это связано. Ребятам некуда приткнуться, что ли, или побить кого-то, или разбить чего-то. У нас такая молодежь. Я на самом деле это увидел сегодня до обеда. Повозмучался, думал, как же бороться со всем этим делом. А бороться, на мой взгляд, только всем миром. То есть, если у тебя, у гада, нет желания пользоваться благами общественного пространства, то тогда мы тебе, гаду, должны всем миром сказать нет. Телестанция сети НН со своей стороны тоже готова присоединиться к борьбе с вандализмом на городских улицах. И просим помощи у наших телезрителей. Если вы видите, как вандалы уродуют что-либо, фотографируйте и присылайте к нам на электронный ящик. Кстати, собака.сети.нн.ру. Или звоните на горячую линию. 4-156-3-4-ки. Мы сделаем так, чтобы вандалов в лицо знал весь город. А теперь о том, как выглядела улица Рождественская в целом и памятник художнику Маковскому вчера. После реконструкции они были открыты в торжественной церемонии, после которой по ней прошли первые нижгородцы. Красиво, все очень хорошо. Все понравилось, все новенькое, все понравилось. Давно здесь по этой улице не ходил, потому что она была как бы не больно пригодна для ходьбы. Поэтому все красиво. Конечно, хотелось бы каждый год открывать по станции метро. Но и обновленная улица Рождественская, и детские сады, и все мероприятия по благоустройству – это, конечно же, хороший подарок для нижгородцев. И мы обещаем, что мы эту работу продолжим. И Нижневолжскую набережную, и прилегающие улицы к улице Рождественской, улицу Ильинскую, Александровский сад обязательно будем реконструировать в следующем году. Я уверен, всем нижгородцам понравится.